Вкратце расскажу историю этой программы. Где-то примерно с полгода назад мы в Красном Кресте рассуждали о создании подразделения, которое бы реагировало на чрезвычайные ситуации. Ну там наводнение, землетрясение, крупный пожар и так далее. Катастрофа в Крымске значительно катализировала этот процесс. Еще не созданный Центр для отложки гуманитарной операции и начал заниматься сбором гуманитарной помощи для Крымска и отправкой ее туда. Но вот беда. Первые 30 тонн гуманитарной помощи мы отправили в Крымск через 7 суток после катастрофы. Что делали эти 7 суток жители Крымска? Я, честно говоря, не представляю, потому что другие организации, которые присылали ее на помощь, прислали ее на день на 2, а от же нас. Не больше. То есть 7 суток. Какие 7? 10, плюс еще дорога. Поэтому мы пришли к выводу, что наш Центр для отложки гуманитарной операции должен работать на опережение, что у нас должен быть запас гуманитарной помощи, у нас должен быть запас резерв, волонтеров, которые среагируют мгновенно на ситуацию, но максимум в течение 8 часов. В течение 8 часов, пока пострадавшие не успеют сильно проголодаться. Итак, мы решили посмотреть, а какие же собственно чрезвычайные ситуации самые распространенные в нашей Сырновской области. Понятно, что не землетрясения, землетрясений у нас не бывает. Наводнения бывают, пожарности не бывают. Взяли статистику, и мир перернулся. Давно пожалует Крым, который с нами каждый день. За 8 месяцев этого года в нашей области произошло 2849 пожаров, 221 человек погибли, 304 было ранено. Точный материальный ущерб неизвестно, но известно, что это будет популярный рублей. 70% пожаров происходит в жилье. 2009 пожаров произошло в жилье за 8 месяцев этого года. И мы помнили, что готовиться надо не к Крымску, не к Серову, не к Крымску, не к Фугусине. Надо надо готовиться к выкновенному пожару. Представьте себе, вот вы жили себе, да, все было в порядке, у вас был перевизор и ванных холодильник. И вдруг все это в одночасье сгорело, потому что ваш сосед был такой-то и в постели. Что вам делать, да? Меньше ли страданий испытывают для тех людей, чем жители Крымска? Я думаю, что не меньше, а где-то даже и больше, потому что, когда все в такой ситуации, как-то меньше обидно. А когда ты ходишь в улицу и там, в соседних, голодные и не оденые, да, в соседних полках сытый пот, отлизывается, да, то очень обидно и хочется порезаться. Итак, мы поняли, что мы должны готовиться к локально-чрезвычайной ситуации. Мы решили в условии, чем же помогает погореть свой госпитальство. Во-первых, когда она помогает. Собственно, определенная государственная площадь погореть самоположена. Но вот беда. Она поступает не раньше, чем через 3 дня после происшествия. То есть, раньше, чем через 3 дня, она физически не может поступить, потому что минимальный срок изготовления справки о пожаре, которая нужна для этого, 3 дня. А если это случилось в день 31 декабря, тогда все 15. Так вот, первая какая-то помощь в среднем, в среднем, не в океане, да, в ологе, кстати, да, она поступает пострадавшим через 12 дней после пожара. И какая же какая-то помощь? Тысяча рублей на семью плюс 500 рублей на каждого члена семьи, но не более 10 тысяч рублей. Щедрак. Щедрак. Но первые несколько суток люди ничего не научают ровно щедрак. Поэтому основная задача нашего сегодняшнего центра для того, что гуманитарных операций, которые работают в тестовом ПГЖИМе, это прибыть к месту пожара по сообщению МЩС в течение максимум 2 часов, зафиксировать пострадавших на месте, потому что они же вам разойдутся, и даже службы соцзащиты не находят. Просто не находят, да? Зафиксировать их на месте, выжать минимальный органитарный набор гуманитарной помощи, просто им необходимо, отряды сейчас в первой части комплекта построва, и, так сказать, собрать их более, так сказать, отдалённая подрядность просто. Вот, кстати, наша противная автономия, в которой перегрузится гуманитарная помощь и бригады своих человек к месту пожара. Так вот, мы так определили миссию нашего центра. Снижение пояснимости населения при локальных чрезвычайных ситуациях, наиболее распространённой из которых является пожар. Это первый эшелон общий. Один автомобиль, три человека. Два вылезда, один на басе. У нас есть также планы по второму, по третьему эшелону, то есть мы готовы обеспечить, то есть не готовы, а планируем обеспечить готовность к средним чрезвычайным ситуациям, с выключением более 30 человек. И ситуация масштабная, а-ля Крылз. Там тоже есть свои планы, но пока мы говорим о локальной чрезвычайной ситуации. Итак, для чего нужна программа «Файлкл», о которой мы сегодня говорим? Первое. Это управление процессами в дежурной части. Элементарно, графики дежурств, составы оперативной бригады, оперативная обстановка. Регистрация пострадавших на месте. Это то, что нужнее всего. Потому что заявительная система работы соц. защиты, которая сейчас существует, вы к нам приедите, напишите заявление, я вам вам поможем, не срабатывая больше половины людей, просто знают и знают, куда идти, изучают идти. И надо идти учить. Дальше. Персонифицированный учет приход на расходы гуманитарных грузов. Вы как раз вы знаете, что в гуманитарной сфере главная проблема доверия. Мы все знаем, какова проблема цель. В России вообще, и в гуманитарных организациях в частности. Все нас слышали, да? Поэтому нам очень важно, чтобы нам доверять, чтобы не было никаких подозрений, что мы получили какой-то гуманитарный груз, какие-то гуманитарные товары и пробили их. Вот нам это не надо. Поэтому персонифицированный учет. В карте восстрадавшего, что выдано, как выдано, как это отразилось в послании. Дальше. Учет приход на расходы недвижных средств и форма для пожертвов. То есть в этой программе должна быть форма для онлайн-пожертвов. Гробмани, ядрец-деньги и так далее. Плюс подчет на каждый трек. Даже если вы купили 10 ручек за 20 рублей, да? Отмечается. И, наконец, недоделанная публикация этих данных на сайте. По каждой ситуации. Кто будет пользователем этой программы? Ну, понятно, что у сайта должен быть главный администратор. Я пока тайно верю мысль, что это буду я. Его функция, основная функция, это регистрация дежурных частей. То есть, когда наш проект будет подштабироваться, количество дежурных частей по сравнению работающих по нашей технологии. Он занимает 32-м символом, не так рассказывает долго. На местах, я уверен, я надеюсь, будут дежурные части, основанные на нашей технологии. Администратор будет эти части регистрировать. Для чего это нужно? Для чего нужна именно разрешительная согласовательная система, чтобы, не дай бог, какие-нибудь фашисты не начали с нашей помощью планировать погромы. Потому что функционал программы будет это практически позволять. Да? Администратор вводит карточки ситуации, помощник координатора, который вводит карточки пострадавших. Павлево проекта, служба соцзащиты, приходит соцзащита от утром на работу, вводит пароль, смотрит, а у нас оказывается 50 пострадавших на территории. Ну и, наконец, его и большинство интернета может вводить на массу. Категулируем помимо данных, характеристики чрезвычайной ситуации анкета пострадавшего, анкета членов семьи пострадавшего, более короткая спрощенная данная, приход к урлитарной помощи, вывечу к урлитарной помощи, поступление на сход в день, график дежурства, график на остановке. У нас уже журналисты интересуются, а может их будет задреть? Программа что-то знает, выстраиваете. Вот. Так, вот, что инициируется на сайте, это карточка чрезвычайной ситуации, постоянно наполняемая, карточки постаравшего будет частично обезвечены, не Ирина Симонова, а Ирина С-52 года, персональные данные мы бережем, неудовлетворенные потребности постаравшего, у нас нет куртики есть от второго размера, мы ее будем захватить удовлетворительную. Смязь с соцсетями тоже обязательно. Состояние, что есть в названии результатной помощи, пусть все видят, что у нас есть. Что у нас есть в корпоративном обстановлении номер 1, в корпоративном направлении номер 2, что нам выжить в ящике. Поступление, расход денег, состав дежурной смены и резерва и оперативная обстановка по территории. Ну и, наконец, масштабированные, неограниченное число дежурных частей по всей стране, по всему миру, пожалуйста. Дальше, любое гуманитарное деятельность с помощью мобильного субором нет проблем. Создавайте дежурную часть в правильное управление и составляйте дежурство и вперед. Любое количество тысячи человек с ноутбуками. Нет проблем. Регистрация прибыльших молодежи, это тоже очень важно. А про это можно долго рассказывать, да? Учен, оборудование и питание задаваем вам два дурака. Спасибо. Спасибо вам большое.